Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры в Христе, всем желаю радости и веселья в Господе. Всем желаю счастья, добра, любви друг к дружке, мира в дома и в души ваши, по возможности со всеми. Всем желаю совершиться в кротости, смирении, быть долготерпеливыми, уповающими на Бога, Его, Божьими детьми, чтобы мы не только назывались, но и были ими. Мне на почту пришел вопрос, достаточно много написано, от Алексея, сейчас зачитаю. Здравствуй, Дмитрий, меня зовут Алексей, смотрел видео твои, очень много, как ты объясняешь в них, мне очень близко приходится по духу. То есть я сам уже до этого когда-то доходил, а потом случайно наткнулся на твой канал и многое нахожу схожим с моим пониманием. Хотел бы спросить у тебя такой вопрос. Самого меня пока мысли четкие, ну у самого, наверное, меня. Пока мысли четкие и ясные, и отражающие на сердце, не посещали по этому вопросу хоть... А, хотелось бы спросить у тебя такой вопрос. Хотя меня пока самого мысли четкие и ясные, отражающие на сердце, тут, конечно, так написано, не посещали по этому вопросу, хоть я им и не особо долго задавался еще. Поделись своими мыслями по поводу вот такого вопроса. Ну и вот вопрос. Вот двое, парень и девушка, они любят друг друга. Каждый видит маму и папу друг в друге своему ребенку. Никакой близости между ними еще не было. Все нравственно. Оба хотят приступить к созданию семьи и ребенка. Соответственно, с первого раза, чтобы все было на пике самых чистых нравственных чувств. И вот суть вопроса. Как понять, что время для ребенка пришло? То есть, Бог наш одобряет это. То есть, Он согласен на ребенка и благословляет. Как это можно понять? Или наше обоюдное желание для рождения дитя и является его разрешением на рождение данного ребенка. Или, к примеру, потом может что-то не пойти во время беременности. Это и будет означать, что ему что-то не угодно. Просто хочется подойти на пике самых нравственных чувств, которые нам даны постараться сделать, и это осознанно. Просто нет понимания у меня вообще, можно ли планировать самому человеку время деторождения. Деньги, карьера, материально, это по большому счету вообще никак не волнует. Хочется понять, если двое живут в любви и еще ни разу не были в близости, и самый первый раз хотят сразу для ребенка. Можно ли понять или как-то почувствовать, что Отец Небесный дает добро на это? Что ему это угодно именно и именно это время, а не другое? Или же это можно будет узнать только после? Соответственно, родился, значит, угодно и так далее. Вопрос немного размыт, конечно, но надеюсь поймешь. Можно ли такое вообще планировать разумом? Как понять, как услышать, как понять, как услышать на сердце, что это именно то время, которое нужно для дитя? Обстоятельств нет совершенно никаких, которые бы сдерживали. Вот такой вот вопрос. Я, наверное, не буду его весь еще раз по цифрочке зачитывать, отвечать на каждый. В вопросе было много маленьких вопросов, да? Пум-пумыч тоже спит тут. Я, в общем, отвечу то, что у меня лежит на сердце, как я мыслю, какие размышления у меня приходят на сердце от такого вопроса. Я надеюсь, что этот Алексей не обидится. По поводу, кстати, публичности, но вы понимаете, что вопрос, который мне пишете, особенно интересный. Я, как обещал, буду зачитывать, тем более, как говорится, авторство, ну, имя, имя можно было изменить, это не суть важно. Вот, может, она и не настоящая, да? Ну, раз вы мне пишете, я думаю, что такой, тем более вопрос нормальный, адекватный, более чем естественный. Вот, ну, а Алексей, я надеюсь, не обидится, как я сейчас отвечу. Вот, ну, прочитали большое, большое сообщение, большой вопрос. Я благодарен за его мне задавание. Ну, и вот им, воспользовавшись, я бы хотел ответить. У меня сложилось впечатление, после прочтительного сообщения вопроса, что веры в живого Бога, сотворившего небо и землю, и промышляющего о ней, под именем, которое известно христианам, хотя, в принципе, практически на сердце-то оно написано у каждого человека, ну, не практически, написано сердце-то оно у каждого, и практически каждый, кто поразмыслит здраво сам с собой, поймет, что это так, что имя Бога еще и родитель, то есть Отец Небесный, Мать, если хотите, да? Мне вот такие вопросы немножко, я не хочу Алексея обидеть ни в коем случае, мне кажется, я вообще по сообщению в это же время почувствовал, что человек очень чистый, если, тем более, я не знаю, возраст там непонятно, как мы понимаем, у него жена, я так понимаю, не просто какая-то же девушка, вот, или не жена, или они собираются, видите, ну, пишут, что близости не было, но планируют, ну, я так понимаю, жена, да, хотя он не написал, что супруга. Вот отношение к Богу все время, как, вы знаете, все-таки, как, если и личность, то какая-то роботизированная. Хотя, в принципе, когда все время пытаются, и человек, я вот не понимаю, лектор противится, что мы, образ его и подобие, не он наш, в этом нет язычества. Да, всю жизнь люди пытались, что такое языческие, да, религии, это где обожествляли, по сути, людей, вот, или на Бога смотрели, как на человека, и вы знаете, я в свое время много слушал лекции, там, об истории религии, о мировоззрениях, о религиях и сектах, о дохристианских религиях, ну, разную лабуду я слушал. И вот я помню, как хайли язычников, в принципе, христианский, там, профессор, богослов, или какой-нибудь монашествующий поп, или еще что-нибудь, да, и все время так к язычникам, что типа вот язычники, они же кого Бога делают, смертным, там, грешным человеком, но это совершенно не так. Откуда у нас вот это вечное представление, и Бога нам хочется сделать себе подобным? Да потому что мы его образ и подобие. Смысл жизни каждого человека очень прост. Мы все, конечно, согрешили, все лишены славы Божьей, и наша цель в этой жизни – покаяться и вернуться в Отчий дом. Отчий дом, дом Отца, дом Небесного Отца, Бога, Творца и Создателя нашего. И все, этот Бог – Отец. Он – Личность. Бог – это Личность, потому что мы его образ и подобие. И уж если мы вот так в свободе живем, общаемся, мы на самом деле вот такие вопросы должны задавать не друг друга, по-хорошему. Конечно, мы все растем, и есть постарше, есть помладше, и друг другу мы помогаем. Но мы, кстати, и помогаем вот точно такими же методами, как я сейчас делаю. Надо понять и побыстрее вырасти, и взрастить других. А в чем совершенство познания? Вот в этом. В принципе, сказав слово «Бог равно Отец», мы уже сказали, что еще равно чему любовь. Отец, родитель, мать – все это у нас с чем должно по-хорошему. Конечно, у нас грешный мир, и наши родители все равно такие же люди, такие же, как мы, подобные нам, детям. И они тоже согрешают. Если даже покаявшиеся бывают, мы и покаявшиеся грешаем. Но если, как в одном послании апостол писал, что если, будучи наказываем плотскими родителями, то это для пользы бывает. И наоборот. Что ж тем более Отец Духов, Отец Всего Сотворенного, да? Когда нас воспитывает. Что понять-то надо? Бог есть любовь. Бог есть личность. Он живой. Он не мертвый. А любовь что такое? Любовь в чем-то проявляется. Первое его проявление было… Хотите сотворение неба и земли? Хотите появление, явление, выявление? Как угодно хотите, раскрытие Бога в этом мире. Хотя Бог и видим, и невидим, он все. Мир ему не чужд, он есть этот мир. Он есть и альфа, и омега, и начало, и конец, и первое, и последнее. Он вне всего и во всем. Он над всем и под всем. Бог всячески во всем присутствует. И при этом он личность. Умом это понять не надо, это пустая трата времени. Это надо просто принять вот и все. И человек он создал по любви своей, как и все творение. Какова была цель, задача человека в раю? Просто радоваться жизни. А радоваться невозможно без дарения любви друг другу. Поэтому и в раю должны были первые люди любить друг друга, любить все Божие творения, наслаждаться жизнью. Но сейчас, после грехопадения, я говорю, перед этим ко всему добавляется покаяние. Вот именно сознание, что все до этого было неправильно. И вот надо именно так вернуться в рай и начать все с нового листа. Как это сделал нам новый Адам, Господь с небес. Вот. Но это такая прелюдия, к чему я говорю-то, что все вот эти вот вопросы какие-то. Все, когда мы сводим христиане, очень важно. Не говоришь о соязычниках, я не говорю. И христиан, я, кстати, называю не... Я даже уже не знаю, кем называть, кого называть христианами. Я уже убедился, что и так называемые внесистемники свободны с такой кашей в голове, что, в принципе, ученики, что ли, Христовы, ну, тоже ученик ученику рознь. Дети божьи, да тоже. Ну, в общем, вы понимаете. Человек, познавший истину. Бог над всем. Над Богом ничего вообще не властного. Все, что он создал, принадлежит ему. И он всем управляет. И он не надувается, когда он что-то меняет. Какой-то очередной закон. Ему не надо потеть, чтобы его подвинуть. Почитайте Ветхий Завет. Почитайте Новый Завет. Как в Ветхом Завете какие Господь чудеса так называемые творил. Как Иисус творил, будучи Богом, пришедшим воплоти в Новом Завете, в Евангелии. Мы читаем в его жизни, в описании его жизни. Что ему было не подвластно, ничего. Причем менялось все. Исцелялись больные, изгонялись бесы, укращались природа, да. Покорялась Богу. По одному слову. Воскрешали мертвые. Просто, по простому слову его. И он говорил, и это в секунду становилось. Ни о чем вам это не говорит. Поэтому истинные ученики Христовы, дети Божьи, познавшие истину, люди, как хотите. На мой сугубый взгляд, пусть личный, но уже не рабы, никаких цифирий, ничего подобного. Им все понятно, все известно. Есть в мире, так скажем, только два существа, способные творить зло и менять этот мир. Это Бог и человек. Но способный. Но Бог его никогда не творит. Но он способен, он свободен, он не раб. Мы тоже точно такие же. Но мы по своей способности еще и вытворяем. А бы что. Поэтому, если вы ждете какого-то пророчества от какого-то пророка или еще, или даже совета пусть в духе там, или еще что-то. Я говорю, человек, познавший истину, как хотите называть, христиане, пусть даже так. Мне кажется, об этом даже задумываться не должны. А почему? А почему? Это понятно. Нам понятно русским слово счастье. Кто сказал плодиться, размножаться? Разве не Господь сказал сотворенным людям в раю? Господь. Это благо, это доброе дело, доброе. Планировать вы можете? Можете. Можете. По своему желанию. Хотите, зачинайте, рожайте. Не хотите, это ваше дело. Поэтому по поводу воли Божьей. У вас есть кто-нибудь? Воли Божьей всегда благая и неизменная. Чтобы его творение было счастливым. Вот в этом сомневаться не стоит ни в коем случае. А соответственно, что в принципе, все, что вы не делаете, конечно, в оконцовке, вы можете сделать зло. Бог, конечно, повернет ко благу. Но сделав зло, мы сами от него пожмем плоды. Бывает и в этой жизни, бывает и в той. Вот как надо рассматривать жизнь. Бог только благой. И Бог неизменный. Мы можем творить зло? Можем. И зачастую его творим. Наш поступок может быть плохим? Может быть. Он может не соответствовать воле Божьей? Может. Если он причиняет кому-то зло. Потому что Бог делает только благо. А значит, и мы должны делать благо. Зачатие рождения ребенку может кому-то принести вред? Нет. Благое-то дело? Ну, конечно. Тут и говорить нечего. Когда и как, это ваше дело. Это же в вашей юрисдикции. Без вас ничего не будет. Даже Господь, когда Дева Мария непорочно зачинала. Когда сошел на нее Дух Святой. И осиял ее. Осенял, осиял, как хотите. Когда? Когда она дала согласие свое. Конечно. Это раз. Это можно ли планировать? Конечно, можно. Мы что, животные что ли? Мы все планируем. Мы люди. И это в том числе. Причем получается, что мало веры. Значит, когда мне пойти с буханкой хлеба в магазин, я планирую. В семь или попозже. Или завтра схожу. Я, значит, об этом думаю. А ребенка зачать, значит, это так. Меньше булки. Можно не планировать. Конечно, человек строит планы. Обязательно. Рассчитывает свой бюджет. Жить-то как надо. Да, мы, христиане, живем не терзаясь о завтрашнем дне. Живем, так скажем, одним днем. Но мы планируем. Планировать это нормально. Да, христиане не боятся смерти. Более того, даже зачастую жаждут ее. Ибо смерть, наша жизнь Христос, а смерть приобретение. Но пока мы здесь-то, это нормально. Планировать, фантазировать, мечтать хотите, да? Это здорово. Это доставляет человеку тоже счастье. Вот. Может быть, наши планы даже не сбываются, но одно их не планирование и даже к ним стремление уже доставляет человеку счастье. Вот. Здесь то же самое. Если есть какие-то обстоятельства, пожалуйста, это, я говорю, можно делать, можно и делать любую вещь в жизни. Истина, она очень легко распознается по цели. Как понять, дело, которое я делаю, благо или нет? Какая у него конечная цель? Если, конечно, цель благо, счастье ближнего, радость ближнего, человека любого, ну, ближнего, я подразумеваю, понимать, как научил Иисус. Иисус – это счастье любого человека, рядом с тобой находящегося, на вытянутую руку, на диапазоне твоего слуха, в области твоего зрения. Вот и всё. Вот благой и хороший, добрый или злой поступок. Благой или неблагой, хороший или плохой, добрый или злой. Всё. Какая цель? Конечная цель, что сделать? Благо этому человеку, счастье доставить или горе, несчастье. Вот и всё. Всё очень просто. Я, может быть, тоже размыто, но вопрос вот. Мне хочется, по сути, воспользоваться, потому что я же не буду там частных советов давать. Ты просто вот сказать такие свои мысли. Потому что мы должны, как Павел писал, что мы должны навыком привыкнуть к развлечению добра и зла. Но надо понять суть учения и практиковать. И мы навыком поймём, что такое добро. И как нам поступать. У нас сначала учение понять. А учение очень простое. Делай людей вокруг себя счастливыми. Всё очень просто. Куда проще-то? Вот и всё. Вы оба хотите детей. Это сделает счастливым тебя и её. Какая нужна ещё причина, чтобы это совершить? Ещё есть... Это есть внутри каждого. Вы же хотите этого. Вы жаждете этого. Вы чувствуете, что это будет вам в радость. Там неважно, хотя у нас вся жизнь параллельно сопряжена со скорбями. Но сейчас не об этом. У вас есть Писание. Вы можете обратиться, посмотреть. Да, это заповедь Божий. Благословение Божие от начала. Да. Сегодня с копцов Роди Царства Небесного не будем трогать. Сегодня не об этом, конечно. Поэтому такие вопросы. Конечно, чадородие, размножение людей по всей земле. Их потом расползание. Это с самого начала благо и благословение Божие, соответственно. Вот и всё, чего тут мудрёного-то. А по поводу времён и сроков. Ну, про какие-нибудь... Если вы ещё посмотрите на какие-то вещи неживые, или даже живые на людей, там я объяснил, да, то есть какие-то пророчества ждёт, что-то благословение. Честно, для меня вы вообще язычник. Вот так, если бы мы с вами общались, я бы по вашему мировоззрению относился к вам как к язычнику. Кто бы то ни был. Кем бы себя ни называл. Ну, и даже вот это вот приписывание и вечное ломание головы, чтобы голова уже почти задымилась. Угодно ли это Богу? Богу угодно всё, что приносит болезнему радость и счастье. Но опять же, не той только радости, какую он, может быть, извращённую для себя ждёт. И не той, кстати, тоже радости. Если ты... Знаете, мы очень любим дарить людям то, и делать какие-то приятности, которые мне на самом деле хочется. Не то, что ему хочется, а я делаю то, что мне хочется. Ему это отродясь не надо. А я вот ему отдам. Знаете, у себя-то не нужна эта вещь. Я подарю. Какой я добрый. Я тебе... Сам думал просто место освободить в подвале. Это не любовь. И не любовь, конечно, если там, я говорю, от того, что наркоман там колется, упивается, или там кто-то кого-то бьёт, и ты, да, подошёл, да, да, человек, бей, 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 ты должен заступиться. Он же получает удовольствие, сбивая человека. Нет. Это тоже надо понимать разумки, да. Мы в грешном мире живём. Человек в грехе безумный. Вот. Поэтому, естественно, мы дарим человеку любовь и творим добрые дела в соответствии. У нас есть у христиан, по крайней мере, великолепный пример и единственный. Именно потому мы и христиане. Потому что этот пример у нас есть в Иисусе Христе. Всё. Чего тут сложного-то? Вот так вот. Я не знаю тоже, как Алексей написал. Понял ли я вопрос. Размыто. Я тоже не знаю. Ответил я тебе. Может, размыто. Вообще, христианин, истинные дети Божьи, познавшего Бога, живого Бога, любовь, у него жизнь намного проще, мне кажется. Ну, у меня пока. Я по себе свидетельствую. Я вот такими вопросами вообще не задаюсь. Живу в свободе. Я делаю всё, что мне хочется, потому что я свободен. Я не свободен только от одного. От святости. Иначе я стану кем? Рабом греха. Всё. Твори благо. Вот и всё. На все вопросы в жизни практически можно ответить, да не практически, а на все, наверное. Опять практически, наверное, да. Делает ли это человека вокруг меня счастливым? Всё. Ну, и я говорю, надо же понять, конечно. Это не то, что я думаю, что, ой, лишь бы свое. Я говорю, у меня мешается там дома. Я думаю, пойду сделаю вид, что я его так люблю. Вот ему от сердца вещи отрываю. На самом деле, хотел на помойку выкинуть. Думаю, да ладно, пойду отдам, да. Дома разгребал, место освобождал. Нет, конечно. Вот. Я говорю, и не всегда, я уже повторяюсь, и не всегда то, что другому кажется, что он получает от этого мимолетное удовольствие, там, какой-нибудь наркоман, надо всё это поощрять и ему теперь наркотиками снабжать. Нет, конечно. Вот. Имеется в виду истинная, настоящая любовь. Ну, вот как-то вот так вот. Как-то все вот эти вопросы. Ну, это что касается по поводу вот этих всех зачатия, да, я так сказал. Я считаю, хочешь ты, делай, не хочешь, не делай, ваше дело. И плавно я хочу перейти вот от этой темы, я не знаю, я так говорю, хочешь, хочется мне ещё немножко сказать. Секс. Я живу уже восьмой год целомодренной жизни, безбрачной, но могу спокойно об этом говорить. Правда, я из блудников, при этом грешник. но покаявшись в своей жизни, я не перестал считать, что секс – это хорошо, и что это такая же часть жизни нормальных людей, особенно, не особенно, а, ну, до покаяния, я думал, особенно для всех, а по-христиански, конечно же, для людей, живущих в браке, мужей, жены. Поэтому я, конечно, не знаю людей, и люди разные все. Кому-то это вообще можно… Мы все разные. Кому-то нравится молоко, кому-то нравится кофе, кому-то есть… Вот мне есть овощи или фрукты, которые я вообще не ем, они мне просто не нравятся. Есть вещи, которые меня не интересуют вообще по телевизору, какая-то наука, что-то мне интересно, природа вот, что-то мне интересно, что-то нет. Более того, что-то внутри меня, не потому что Бог это создал плохим, но так Господь создал у нас разный, что в принципе я к этому равнодушен. Или может быть даже мне это может быть не нравится. Не то, что я прям фи там плохо, да, ну, не нравится. Не нравится мне вот эта форма, мне вот эта нравится, да. И здесь то же самое. Ну, конечно, может быть Алексея это вообще не интересует, я не знаю. Я скажу за себя, и раз я уж в общем взял за просто форму этот вопрос, и хочется сказать, что тебе может быть кто-то соблазняется на такие вещи. Я считаю, что отношения между мужем и женой они должны быть в совокупности и в совершенной полноценной, потому что кто отменял что-то в человеке и сделал греховным, ничего. Бог, придя во плоти, абсолютно целиком эту плоть воспринял. Она не плохая, не хорошая, она просто есть. Человек лишь своим злым или добрым сердцем может употреблять что-то во зло. В том же сексе может быть и плохо, и хорошо, можно что там, прессовать партнера, причинять ему боль, даже страдания, да, вот именно, в угоду своим извращениям, да, вот, то есть там все тоже должно быть по любви. Мало ли что кому нравится, или что кому хочется, да. Я далеко в подробности не полезу, не переживайте, так, в общем. Но это такая же часть нашей жизни, это тело. Мы же любим языком, словами, ласковые, нежные слова, добрые говорим, слова поддерживать, когда что-то плохо на работе. Ласковые, добрые, вопросы задаем, отвечаем, общаемся, смеемся. Все вместе, все это делаем, у нас два, в принципе, вида деятельности. Есть язык, который может либо от гиены воспаляться, либо от ангелов, так скажем, да, и тело. В этом проявляется наше внутреннее естество, наше сердце. Ну и в теле разные органы есть, и есть, как называют их там, половыми, как угодно, детородными. Ну опять же, это их поназывали детородными, а что, в Библии написано детородные органы. Нет, а то правда можешь свести, что это органы только для деторождения. Да нет, почему? Вот мы языком разговариваем и тут же кушаем пищу, то есть на ней есть и вкусовые рецепты. Мы от еды получаем, мы от разговора мы вообще не получаем удовольствие и получаем, то есть вот духовное, да, невидимое, язык шевелится, все тут и у нас исходят слова. Они тоже доставляют нам удовольствие, смех, радость, назидание, какое-то слово, какое-то утешение, ласковое, приятное. Все это доставляет и плотское удовольствие. Есть рецепторы вкусовые, мы кушаем, получаем удовольствие. с телом то же самое. Красота человека доставляет тебе радости. Я всегда на женщину смотрел, я на мужчин смотрю, если красиво, я занимался там атлетикой, тоже смотрел, вот пример атлета там, Арнольд Шварценеггер, вот идеальный, идеальный, по-моему, мужское тело. Вот надо, вот я хочу такое же. Я же мог оценить, что мне нравится, к чему я хочу стремиться, к чему нет. Женское тело, и она доставляет всякую радость. Вот. Ну, естественно, на нем есть какие-то органы, которые доставляют тоже удовольствие. Так что вот так вот. Поэтому я, конечно, не хочу Алексея ни в коем случае обидеть. Я рад, если у них там такие высокие чувства. Но порой тоже можно все придумать со всем что-то ангельское. А мы обычные люди, Бог создал эту плоти, она прекрасна во всем. Несмотря на то, что она так, как называется, проклята, и Павел называл телом смерти, телом греха. Мы все это прекрасно знаем. Это действительно так есть. Тело болезни, печали, скорби. Но оно тоже испытывает и боли. Нам можно боль причинить в физическую, духовную, душе нашей. И можно и радость. Вот. Поэтому думать, что вот первый раз, и как вы будете, первый раз только для людей. Господи, мы хотим только для детей. Мы опять Бога ставим в каким-то рамке. Это мы хотим. В первый раз, чтобы был ребенчик, чтобы на высоте чувств. Но что вы думаете, если вы любите друг друга, у вас на третий раз не будет высоты чувств? Если я так понимаю, Алексей со своей женой девственны, то я могу сказать, что первый раз далеко как раз будет не на высоте чувств. И я думаю, что люди женатые, люди не девственные, а пожив половой жизни, сексуальной жизни, я думаю, согласятся многие со мной, что как раз высота чувств придет далеко не в первый раз. В первый раз все будет так ком, не понятно как. Я вот этого, как говорят, вино хорошее крепчает с годами и выдерживается. Настоящая любовь, она с годами, что дружба, что любовь, родительская, по идее, любовь с детьми. В принципе, от того, что дети, казалось бы, от родителей до отлепиться от жены, от матери, своей от отца и прилепиться к жене своей, казалось бы, то, по идее, если нормальные отношения, назовем их христианскими, люди должны все ближе и ближе, духовно становиться друг к другу, дети с родителями, когда вот такие истины открываются. Дружба с годами, разве она должна разваливаться? Она должна укрепляться? Она должна приносить еще, укрепляться, приносить еще больше радости. Счастье в жизни друзей. То же самое семейные отношения. Они что, после первого раза пойдут на убыль? Я что-то сомневаюсь тогда, что это правильный путь ваших отношений. Поэтому, что, что, вот это все мирское, да, бытовуха там убивает. Сейчас речь о христианстве, о христианах. У меня нет опыта, я фантазирую, но мне кажется, и я бы этого хотел, и я только так вижу христианские отношения, что у вас с годами должна расти любовь, потому что вы ее с каждым годами взращиваете, укрепляете, подпитываете. Потому что каждый день вы новые добрые дела друг другу делаете, дарите. Любовь в чем-то проявляется, конечно, от того, что вы будете ничего не делать. Любовь проявляется в делах. Возьмите любое растение, оно с годами, вон, дерево все больше и больше. Поэтому вот это какой-то, мне кажется, это я, это уже личный совет, Алексей, не забивайте себе голову. Если вы женаты, тем более давно пора уже радоваться и радовать друг другу и дарить друг другу любовь. Через что? Через дело. Половой акт, как он называет, уже забыл я это слово, очень хорошее слово, как раз в миру, не знаю, как употребляют, занимайтесь любовью. Вот именно, если вы любите друг друга, в чистоте, у вас такие чувства, уже давно пора. Плоть, это неотъемлемая часть нашей жизни, никто ее никогда. В Новом Завете, Павел в другом контексте, говорил, называя телом греха, телом смерти, понимаете, в каком, да? В том, что нас просто все время тянет через это тело, ну, как и потом через духовное тело, в теории, мы можем согрешить, но это только в теории. Само тело, оно ничего, ну, вообще ничего. Ты спишь, и кому ты делаешь зло? Никому. Только проявляя свой внутренний мир через что-то внешнее, ты и творишь зло, которое в тебе, в принципе, конечно уже сидит, это понятно. Вот мое мнение. Я говорю, несмотря на то, что я сам живу абсолютно другой жизнью, но другим людям я желаю радости, счастья. Меня окружают братья и сестры, в основном, семейные, ну, так и скажем. Ну, единственное, есть там, как это называется, пока непонятный статус там в расставаниях, так скажем, с мужем, муж где-нибудь там, допустим. Вот. А так в основном, ну, я-то понимаю, я же не с луны свалился. И пусть я в грехе тогда жил, но отношения-то были, много у меня было отношений всяких, и сношений, отношений. Вот. Я когда такое слышу, я это, конечно, все не поддерживаю. Вот эта брезгливость какую-то к телу. Я вообще не понимаю этого, если честно. Не понимаю не потому, что опять я тут что-то выдумываю. Этого и вы никогда не найдете, ни в Евангелии, нигде, чтобы была какая-то вот эта вот брезгливость. Я говорю, это мягко скажем, брезгливость. Многие вообще в сектах что-то только там и грехом это называют. Господи. И лезут, я говорю, в трусы к своим адептам. Да это вообще кошмар. Как там Павел говорил, ложе, что там чисто, что там непорочно, вот это все. То есть, никто туда, там что хотите, то и делайте. Это ваше дело. В каком плане? При обоюдном, конечно же, согласии. Все было по любви, чтобы другому-то доставляло радость, радость, удовольствие хотеть, наслаждение. Вот так вот. А дети, если вы их, конечно, ну ты сам там ответил себе на вопрос. Конечно, вы хотите детей, а что такого? А кем они родятся? Каков промысел? Может какая-то, да, болячка или еще что-то. Надо уповать на Бога, верить, что Бог есть любовь. И все. И не забивать себе ничего. И принимать от Бога все. Не говоря потом, что не надо молиться или не пытаться исцелиться, если там что-то. Сейчас не будем эти фантазии. Разные у людей бывают. Ну, у всего боя, где страх, там нет любви. Я это всегда говорю, буду говорить. Иоанн Богослов об этом прекрасно написал. Если вы боитесь Бога, если вы боитесь его промысел, он для вас не отец. Он не Бог, он не любовь для вас. Ну, верно, Бог, но не любовь и не отец. Ну, вот как-то так. Не знаю, что я там, на все ответил, не на все. Первое, заканчиваем, что надо понять. Бог есть Бог. Или Господь есть Бог. Есть вот такое выражение очень правильное, да. Господь есть Бог. Творец неба и земли. Промыслитель, попечитель, как хотите. И вчера, и сегодня, и во веки веков. Бог не изменяем. И этот Бог, и Творец, промыслитель, есть отец, родитель, мать, как хотите. Есть равно опять любовь. А значит, каждое его действие относительно нас это благо. Хотя, понаружено, вначале, надо может что-то казаться, что это нехорошо со мной происходит. Но Павел прекрасно понимал, что сначала нам кажется нехорошим, потом нам приносит после испытания и стояния даже в тяжелых ситуациях мирный плод праведности. Вот. Это очень важно понимать. Поэтому первое всего это признание Бога любовью, отцом. Это одни и те же понятия. Светом, благом. Все, тогда вас, вы даже задавайте вопрос, таки не будете во всех обстоятельствах вашей жизни. Это я почему-то так отвечаю, чтобы ответить не только на этот вопрос, а на все вопросы параллельные и всевозможные. В мире есть сатана, Бог ему что-то может попускать, да, но думать-то надо не об этом, не фантазировать и не искать ответа на судьбу. А вдруг мне Бог... Ты хочешь заглянуть тогда, а Бог на то и... И Бог. И нет никакой судьбы. Захочет, завтра передумает. Вообще о будущем фантазировать, в плане того, что лезть туда, если нет какого... Есть пророчества, да, где Бог открывает и сказал, ты то. Пророчества разные бывают. Но как бывает, как говорится, стопроцентно, бывает с намеком, что если так, то так, а если так, то так. Вот. Ну, сейчас ладно, а то мы удалимся. Вот. Поэтому, конечно же, детрождение и вообще любое благо благословено, конечно же, Богом. Ибо в этом благе, в этом деле, добром или слове, уже Бог, пребывающий в любви, пребывает в Боге и Бог в нем. Вот вам и весь ответ. Все, ничего сложного. Бог не делает зла. Если вы делаете добро, то Бог с вами пребывает. Бог у вас творит это добро. Вот и все. И ответьте на себе сами. Вы будете отвечать. Вы на суде будете стоять перед Христом и отвечать за каждое свое дело или слово. Вы сейчас должны перед делом, прежде чем сотворить какое-то дело, ты должен сам себе ответить. Я делаю доброе или злое дело. Ну и ответьте себе, деторождение, добро или зло. Я считаю, это абсолютное благо. Интимные отношения между супругами, добро или зло. Ну, я говорю, если без перекосов, когда это что-то кого-то угнетает там, ну, понимаете, да, всякого рода извращения, хоть и то, как их понять. Очень элементарно. Другому этого не хочется, приносит боль, еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть, несчастье ближнего. Все. Вот и все ответы. И то, это я же по себе сужу, в том плане, я вот немножко рассказал. Вот, может, людям, людей это может вообще не интересовать, я говорю. В принципе, у нас у всех одни и те же вкусовые рецепторы, но есть какой-нибудь ученый, вот он вдаль, он только корку хлеба дай, он засунул, и все. Он получает удовольствие от науки. Вот он там сидит, может, пишет математик целыми днями, лист за листом, или художник там, как они там ничего не едят, весь в краске, весь такой, волосы вот так, и он там весь умазанный. 25 лет одну картину не ест, не пьет, ни жены, ничего у него нет. Ну, есть же такие, кто изучал там исторические личности. Все, бомж бомжом, не признан, но вот его, кроме этой картины, которую он видит и 25 лет рисует, ничего больше в мире не существует. Почему я так и сказал-то? Тут я не хотел тоже Алексея как-то обидеть. Ну, каждого свое, кому-то это может вообще не надо. Я получал от этого удовольствие, от интимных отношений с женщиной, поэтому, что тут плохого? Ничего. Просто до покаяния они были со всеми, вне вот именно брака, а вне брака ты никогда совершенства не достигнешь. Это все на одну... Это, знаете, это вечное вот так хождение по волнам, как Иаков говорил. Волна поднялась, опустилась, синие ты. Вот это то же самое. В принципе, даже те мои маленькие акты любви, это же тоже любовь была. И у меня всегда было все по обоюдности, все там с радостью, с удовольствием. Ну, все чуть-чуть и разваливается, чуть-чуть и дальше ты побежал. А семья как раз, вот Алексей говорит, что типа, вот это на пике. Да это далеко не на пике. Семья, по идее, это путь в совершенство бесконечное, в любви, возрастание. Только в семье этого можно добиться. Поэтому я от всего этого отказался. Мне надоело просто вот по этим волнам. Я понял, что ты ничего не добьешься. Плюс там семья, это еще верность, но я так понял, сейчас нет вопроса, Алексея там, он не особо интересует. Я так понял, там с верностью все хорошо. Поэтому я не хочу сегодня все эти темы раскрывать по поводу таких отношений. Поэтому, может, просто Алексей это не интересует, но если Алексей этим брезгует или как-то считает, что это что-то такое плохое, я лично считаю, что это абсолютно ложные мысли, учения. От жизни надо получать удовольствие. Бог ничего не запрещал. Все, что делает ближнему, доставляет удовольствие. Я уже много раз оговаривался, там есть пределы разумного, вот и все. Но сейчас мы не берем, я говорю, все подряд там извращения. Я сейчас говорю, а вот классики, мужчины, женщины. И туда в трусы им лезть, как начинают тоже. Даже вот там, что там можно, что нельзя. Да где вы найдете это в Библии или в Евангелии? Кто будет судить? Ну кто? Сами люди должны понять, что такое. И понятно, Бог нас учит. Воздержание тоже Божья природа. Поэтому да, не то, что а, ну мне все надоело, давайте вот это все будет. Кто знает, что это не приводит тоже ни к чему. Это тупиковый путь. Бог так положил, что это такая добродетель, как воздержание. И в ней мы тренируемся. Поэтому есть такие чувства, как пресыщение. Да, может быть, в будущем мире не будет нужды воздержания. А как натренировать мышцы воздержания? Потому что Бог положил, что есть пресыщение, что даже вкусное, хорошее, можно переесть и, простите, блевать этим. Кто это в жизни проходил, бывает такое еще. В детстве мы могли что-то переесть, я помню. Слишком все, все со словом много, даже хорошее плохо становится. И через этот Божий закон чудный в природе придуманный мы можем тренировать воздержание, потому что ограничить себя, когда мы знаем, что вот хорошо, 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 а если еще, будет плохо. И ты вот здесь сам кладешь себе планку. Казалось бы, на пике удовольствия ты кладешь планку, в этом ты учишься воздержанию. Это великолепно, Божьи вот эти все замыслы, как нам учиться. Это просто век учись, век живи, век учись, век возрастай. Вот так вот. Поэтому все эти, кстати, извращения тоже очень легко через эти все призмы вот эти вот понимаются, вещи-то. Ты понимаешь, что ты переступишь эти вещи, но кто-то уже понимает, тогда что-то, может быть, приходится опытом проходить. А что-то опыт, когда я что-то сделал, что-то опыт. Это я получил то, не получив того, что хотел. То есть ничего не получил. Это мой опыт. Я знаю, что если я в следующий раз так же сделаю, я опять вляпаюсь. Бывают, конечно, косяки, что-то пробуют, ошибаются. Ну, в той же самой семье надо уметь прощать. Мало ли кто в чем перегнул там палку. Покаяться, извиниться и дальше жить. Вот так вот. А это тоже сколько я слушал. Ой, господи. Ничем они не могут подтвердить какие-то свои мысли. Я не буду называть эти секты, вы их сами знаете. Я говорю, там порой монашка, так ее назовем, а по сути целомудренная, безбрачная женщина или мужчина. И поставь рядом этих супругов из этой секты. Они ничем не отличаются. Ничем вообще. Не по внешнему, так скажем, не по внутреннему. И их внутренняя жизнь семейная, такое ощущение, что хоть это и мужчина, и женщина, а это просто, кто знает, монастыри сейчас понастроили, древние, хоть там разделенные были. А сейчас в монастыре там и мужское, и женское отделение. Порой все на одной территории, корпус женский, корпус мужской, а порой просто все на разных этажах. Правда, оттуда много историй выходит, как там эти этажи друг к другу бегают. Но вот так вот. И вот есть и такие. Я считаю, это полный бред. Надо жить, жить, радоваться жизни, пределы этой радости самому познавать. Вообще, добро и зло каждый должен сам проходить, познавать. Есть вот эти частные варианты, потому что нам Бог дает, в принципе, вроде как мы одинаковые все природой, люди, человеки. Но вот эта вот разность в желаниях, в каких-то возможностях, в предпочтениях, которые не от нас зависят. Во многих вещах Бог нам просто это дал. Я говорю, одному это нравится, другому вообще до фени это. Тот вот прется от того, чтобы железки тягать, качаться. А этому ничего не надо. Ему цифры нужны, ручка и бумажка. Он от этого получает удовольствие. А мы все время судим другого. Вот он такой. Как можно подвести под это все вот эти вот вещи? Вот так вот. Ну ладно, что-то наговорил. Вообще, темы таких, никто знает уже, сколько я на ютубе третий год пошел. Я никогда не касался в основном. Это, наверное, первый такой вопрос. Да может и последний. Хотя нет, иногда я так в частных с кем-то кто может. Мы разговариваем, но надо понимать общие смыслы и тогда и вообще учиться возрастать. Я говорю, не вот так вот. Не каждый раз к маме и папе спрашивать одно и то же. Надо все-таки в Боге возрастать, в познании истины. Это обязательно. И сами будьте счастливее от этого. И других сможете сделать счастливыми. Так вот научив, что-то сказав. Ну все. В комментариях можете писать свои мысли, размышления, что считаете нужным. Почитаемся, любопытно. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе. Ставим лайк, если ролик понравился. Делимся им на Ютубе в социальных сетях, с кем считаете нужным. Ну, о любви сколько еще можно говорить. заповедь Иисуса, природа бытия, любовь. А любовь проявляется в делах. И цель этого дела счастье и радость ближнего. Все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok